У меня вопрос по микрорайону Западный. То есть программа называется «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назаново». И я так понимаю, что это попадает туда, наверное, на предоставление земли на родительстве. Мы сейчас про водопроцессы, полностью инфраструктуру этого поселка. Как мы можем постимулировать жителей, чтобы они строили дома? Я вообще не понимаю правильно. Мы их просто кинули в поле, стройте. Туда ни дорог, ничего нет. Мы сколько говорили микрорайон. А мы только проекты делаем. А как дальше? Когда у нас вообще узаконятся и дороги, и все? Я писала письмо, ответ так и не получила на администрацию. Да я бы что не на вас писала. Что можете сказать по самому? Я не видела, к сожалению, этого письма. Было бы письмо, получили бы ответ. В этой части все равно 69 миллионов проектные работы выполнены. Водопровод, вон на бумаге весь есть. Ежегодно мы пробуем заявляться в Министерство строительства. А в прошлый год, в этот же год, мы заявлялись, кроме Министерства строительства, заявлялись еще в Министерство промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. В программу «Чистая вода». На сегодняшний день формирую новый пакет для обращения в Министерство строительства. Министерство промышленности сказало, что работает только по инженерной инфраструктуре застроенных территорий. А раз эта территория находится еще в незастроенном виде, то необходимо обращаться в Министерство строительства. Но в Министерство строительства я сейчас позвонила тоже, и там получается ситуация такая, что они сформировали программу, сформировали ее с мероприятиями на три года, до 23-го года. И в этой части не планируют вносить туда новых объектов. Поэтому будем просить разъяснения и пробовать еще раз попасть в эту программу. Также по дорогам. На сегодняшний день по дорогам мы просили деньги и опять просим деньги в нашу программу внести все-таки на проектные работы. Без этого никуда. Сначала проектные работы, а потом реализация. Но если хоть по водопроводу у нас есть проектные работы, то у нас до проектных работ по дорогам вообще пока не допускают. Там люди живут, живут. ОГХ обслуживать эти дороги не имеет права, но люди-то там живут. И как им жить-то в этих условиях? А в бюджет города вообще не планируют никак эти расходы? Вообще никак? Хотя бы частично. Если на проектные работы по нашим расчетам нужно около 6 миллионов рублей, то те расчеты, которые нам ранее делал Кроспик, проектные работы с изысканием вместе оценили в 14 миллионов. Я каждый раз пишу об основании, каждый раз об этом говорю. Ну, это только водопровод, о дороге. Я вам сказала сейчас про дороги, проектные работы. А по водопроводу 69 миллионов. Они, проектная работа лежат в моем кабинете. Используемые, да? Проектные работы, да? Ну, проектные работы. Нет, 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 нет. У нас смысл-то от проектных работ. Я их вообще из кабинета даже не выпускаю. Надеюсь, что в каждую секунду, может, в какую-то программу мы это дело все-таки втянем, потому что другого варианта нет. Люди жалуются, понятно жалуются, да. Они жалуются ничем. Они платят деньги за вывоз мусора. Вот просто к тому же рекоператоры. Но к ним никто не заезжает. Не заезжает по той простой ручей, что дорог нет. И вот представьте, вот они там живут, и там многодетная семья. Ну, вообще какая-то абсурдная ситуация. Вообще абсурдная. Если уж людей селить или давать разрешение на строительство, надо инфраструктуру все строить.